Уполномоченная по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова начала свой визит в следственный изолятор номер один с осмотра помещений для голосования. Перед днем выборов правозащитников интересуют вопросы, связанные с реализацией права людей, которые находятся в исправительных учреждениях, СИЗО, изоляторах временного содержания. Это очень важно. Очень важно, поскольку эти граждане, находящиеся в этих учреждениях, не лишены избирательного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации они имеют полное право участвовать в выборах. В следственном изоляторе номер один находится 406 человек, обладающих правом голоса. Всего в четырех СИЗО и туберкулезной больнице находится 951 избиратель. По словам руководства регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, как правило, явка в местах лишения свободы составляет 100%. Лица, которые находятся здесь, обладают избирательным правом и с удовольствием им пользуются. Они общаются между собой, обсуждают, мы размещаем им информационные стенды, обсуждают кандидатов. И поверьте мне, для тех, кто находится в камере длительный срок, это большое событие, и желающих отказаться от выборов просто не бывает. В места лишения свободы приедут представители участковых избирательных комиссий и аппарат уполномоченного по правам человека в Самарской области. Как правило, процедура голосования занимает порядка трех часов. Если суд назначил человеку меру пресечения домашний арест без права выхода из дома, к нему также придут из участковой комиссии. Напомним, выборы губернатора Самарской области пройдут 8, 9 и 10 сентября. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.